Сердечное спасибо всем, кто принял участие в акции по подаче исков в Европейский суд по правам человека в защиту образования на родном языке. На неравнодушных людях держится этот мир. Ответственные родители создают достойное будущее не только для своих детей, но и для своего народа. Реформа 2018 года больно ударила по школьному образованию. Учиться на неродном языке, конечно же, намного сложнее, чем на родном. Многие родители вынуждены ежедневно заниматься с детьми, переводя задания и помогая выполнять домашнюю работу. Массовые протестные акции сейчас невозможны из-за ограничений, связанных с пандемией. Но мы можем и должны использовать судебный путь, а именно направлять заявление в Международный суд в Страсбурге. Но и в этой акции важна массовость. Если заявок будет много, то это ускорит рассмотрение дела. На днях завершается очередной этап нашей акции. Заканчивается время, когда родители школьников могут оспорить запрет на обучение на русском языке на уровне средней школы. Уже поступило 80 заявок. Но судя по количеству просмотров соответствующей анкеты на портале Parents.lv, мы имеем все основания предполагать, что это не окончательный результат. Обращаюсь к тем, кто отложил заполнение анкеты или еще ее не отправил. Дорогие друзья, поторопитесь сделать это сегодня. Вашими руками сегодня создается лучшее будущее для всех детей нашей страны. Включайтесь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!